Возле Змеевского энергетического лицея 2 декабря припарковался необычный четырехколесный транспорт. Это передвижная мобильная амбулатория. Здесь на месте делают тест по выявлению таких опасных заболеваний, как СПИД и гепатит В и С. Вся процедура занимает не более 10 минут. Все конфиденциально, ни имен, ни фамилий. Сдав кровь, три теста полоски покажут, больны вы или нет. Желающих пройти подобную процедуру было немало. Возле мобильной лаборатории даже очередь выстроилась. Предоставил студентам такую возможность грант президента Украины по профилактике СПИДа и гепатитов. Мы приглашаем тренеров, которые хорошо владеют темой первичной профилактики, то есть профилактики ВИЧ-инфекции, профилактики гепатитов, профилактики наркомании, туберкулеза. Подаем эту информацию подросткам в хорошей мультимедийной игровой форме с элементами игр. А второй компонент – это возможность дать возможность людям в отдаленных местах пройти бесплатное тестирование на ВИЧ. Гепатит В, гепатит С. Потому что если на ВИЧ можно у нас в Украине пройти бесплатный тест, то бесплатно пройти на гепатит В и С можно только, по большому счету, сдав кровь. Все остальные, к сожалению, у нас лаборатории, все остальные платные. Вот в рамках моего гранта я приглашаю мобильную амбулаторию благотворительного фонда. И вот у нас сейчас как раз производит тестирование доктора и медсестра, она специально оборудована, производит тестирование быстрыми тестами. То есть через 15 минут подростку говорят его результат. Целый день для студентов лицея проводили интересную разъяснительную работу. Это были лекции, тренинги, викторины. Бесплатно ребятам раздавалась информационная литература и контрацептивы. По словам Владимира Казуся, уровень знаний у подростков о спиде и гепатите средний, а где-то и до среднего не дотягивает. Одной из главных причин является слабый охват профилактическими программами. Как правило, о этой теме мы говорим лишь 1 декабря, во всемирный день борьбы со спидом, и в мае, в день памяти жертв ВИЧ-инфекцией. Даже несмотря на то, что Украина одна из тех стран, в которых уровень заболеваемости спидом достаточно высок. Хотя за последние годы эпидемия ВИЧ и спида в нашей стране стала идти на спад. Среди основных путей инфицирования – инъекционный, через кровь и половой, который на сегодня удерживает лидирующую позицию. Кстати, на сегодняшний день правительство Украины обеспечивает лечение ВИЧ-инфицированных людей. Антиретровирусная терапия в нашей стране проводится бесплатно. За 10 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано почти 18 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Из них более 3 тысяч у детей до 14 лет. К сожалению, наша страна остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам экспертов, в Украине с ВИЧ живет до 270 тысяч человек, и только каждый второй знает о своем диагнозе. В поликлиническом отделении Змейской центральной районной больницы работает кабинет доверия, где можно анонимно и бесплатно сдать анализ на ВИЧ. И более детально узнать об этом недуге. Ведь чем раньше обнаружить ВИЧ-инфекцию, тем легче с ней бороться. Сейчас уже ВИЧ-инфекция – это не ВИЧ равно СПИД, равно смерть. ВИЧ-инфекция – это обычное хроническое заболевание. Достаточно 2-3 раза в год приезжать в центры СПИДа, сдавать анализы на уровень иммунной системы, на уровень количества ВИЧ-клеток. И, возможно, по назначению врачей 1-2 раза в год пропивать месячные курсы РТ-препаратов. Это достаточно для того, чтобы поддерживать свою иммунную систему годами и жить спокойно, нормальной жизнью. И третий тезис – если человек принимает АРТ-препараты по назначению врачей, то уровень количества ВИЧ-инфекции у него настолько в крови настолько низким становится и падает, настолько, что он даже в своей семейной жизни имеет все шансы не инфицировать своего партнера, даже если они хотят, например, зачать ребенка. Сегодня достаточно серьезную угрозу вызывает еще одно заболевание – гепатит С, которым сегодня поражено более 170 миллионов человек в мире. В Украине гепатитом С инфицировано почти 2% жителей. Самый распространенный путь передачи вируса – через кровь. И неудивительно, что этим недугом поражено свыше 20% инъекционных наркоманов. Поэтому сегодня, как никогда, следует быть на чеку, ведь опасность может настигнуть нас там, где ее меньше всего ожидаешь. Помните, наше здоровье в наших руках.